Девушки отдыхают Добрый вечер, добрый вечер, уважаемые тележрители. Добро пожаловать на программу «Угадай мелодию», самую музыкальную из всех игровых, самую игровую из всех музыкальных. Сегодня Рождество, прекрасный праздник, которого мы так долго ждали. А на Рождество принято дарить подарки. Я думаю, что мы сумеем подарить вам радость и неподдельный азарт нашей программы. Мы рады начинать сегодня с нами здесь, в концертный оркестр Республики Беларусь под управлением Михаила Финберга. И, конечно же, главные действующие лица. Вы только посмотрите на них, на наших игроков. Конечно, вы всех их узнали. Добро пожаловать, уважаемые игроки. Пожалуйста, занимайте ваши игровые места. Мы начинаем нашу рождественскую игру. Уважаемые игроки, добро пожаловать. Я думаю, что нет смысла рассказывать, кто из кто. Надо просто представить, потому что таков регламент нашей программы. Итак, сегодня с нами играют звезды отечественной эстрады, отечественные сатиры. Леон Исмайлов! Лара Новикова! И, конечно же, Владимир Винокур! Уважаемые игроки, я готов был бы рассыпаться в дифирамбах по поводу таланта, по поводу задора каждого из вас, по поводу того света, который вы несете с эстрады. Но мы сюда пришли играть. Я думаю, у нас сегодня будет веселая, азартная, юморная игра. Я объявляю начало первого тура! Первый тур. Четыре категории. Любая из них, за каждой из них кроются замечательные мелодии. Леон, вы участник под номером один в ближайшей камере. А можно я сделаю заявление? Я хочу сказать, что когда я сижу перед телевизором и смотрю вашу передачу, я не могу угадать ни одной мелодии. Ни одной, ни разу я не угадал. И вот я сейчас вышел на соревнование с двумя профессиональными певцами. Володимир Винокур, это вообще он закончил... Законченный певец. Лара Новикова тоже теперь поет, понимаете? И я... Они поют, они певцы. И я вышел на бой с этими профессиональными убийцами. Ой, то есть, простите, певцами. Значит, только чтобы показать, что хоть что-нибудь-то я должен угадать, если я здесь, правильно? Леон, обязательно. Во-первых, вам подскажут Клара и Владимир. Обязательно. Тем более, вы выбираете категорию. У вас уже есть фора. Клара, Владимир, хотите ли вы сделать какие-нибудь заявления? Или будем раскалывать мелодии? Я хотел сделать заявление. Концерт Измайлова окончен. Концерт Измайлова окончен. И Леон Измайлов выбирает первую категорию в нашей сегодняшней игре. Прошу вас, Леон. Ботанический сад. Ботанический сад. Категория номер 4 означает песни о растениях, песни о деревьях, о подлеске, о... В общем, о всем, что цветет, растет, что растет и радует наш глаз. Нота, в которую бы вы хотели сыграть? Вот это вот первая нота. Нота номер 1. 25 рублей за правильный ответ. Рубль нашей сегодняшней программе будет равняться французскому франку. Клара, я потом вам объясню курс валют. Вы узнаете об этом после программы. Итак, 25 рублей, мы слушаем музыку. В опоре березонька стояла. Абсолютно верно. Конечно, конечно, конечно. Я понял вашу тактику. Не он, я понял вашу тактику. Сначала прибедниться, вывести тем самым равновесие. Нет, это единственное, что я знаю. Своих соперников. Единственное, что вы знаете... Хорошо, куда дальше? Опять я выгадаю? Да, конечно, вы же угадали. Давайте кругом вода. Давайте кругом вода. Категория номер 1 означает песни обо всем, что содержит воду. Либо в воде живет, либо по воде ходит или плавает. Нота, в которую бы вы хотели сыграть? Первая. Нота номер 1. 15 рублей за правильный ответ. И мы слушаем музыку. А ну-ка, песню нам про бой «Весельный ветер». Это вторая песня, которую вы знаете, да? Да. Абсолютно верно, конечно, совершенно верно. И он, вы сказали, что, в принципе, вы ничего не угадываете. Про «Березку» сказать, что это первая песня, которую вы знаете. Это была вторая песня. Скажите, а сколько песен всего вы знаете? Три. Три. Отлично. Так вы в третий раз выбираете. Ну, давайте «Любовь в волшебную страну». «Любовь в волшебную страну» категория номер 3 означает песни о любви. Любовь, 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 там всюду любовь. Нота. Ну, давай первая. Давайте первая. 35 рублей. Я уверен, это будет третья песня, которую знает Леон Исмайлов. Слушаем музыку. Лара, Клара была первой. А младший лейтенант? Абсолютно верно, конечно, конечно, конечно. Это был младший лейтенант, мальчик молодой. Еха. Куда дальше, Клара, вы выбираете, прошу вас. А кругом вода. Кругом вода, замечательно. Нота. Вторая. Нота номер 2. 35 рублей за правильный ответ. И мы слушаем, слушаем музыку. Первым был Владимир. Эту песню не задушишь, не убьешь. Владимир, я знаю, что вы мастер розыгрышей. Но помните, помните, что я могу наказать. Страшно, я могу не подняться. Конечно, это была молодежь, которую не задушишь, не убьешь. Профессия. Волга, Волга. Категория профессия. Категория номер 2 означает то, что в названии песни есть указание на какую-либо профессию, даже несуществующую, мифическую. Любую. Итак, нота. Третья. Нота номер 3. 40 рублей за правильный ответ. И мы слушаем музыку. Да, Клара. Сапожник. Абсолютно верно, конечно, 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 конечно. Только не надо переживать. Естественно. Песенка веселого сапожника. Клара, прекрасный ответ. Ваш выбор, прошу вас, выбирайте. Естественно. Совершенно верно. Позднее. Я тоже Чего знаю. Леван, так это была третья мелодия, насколько я понимаю, которую вы знаете. Кларка, что славится делать? Кругом вода. Кругом вода. Четвертая. Нота четвертая. 40 рублей. И мы слушаем. Да, Владимир. То-то-ри-до-ри-до-ро-ро-ро-ро-ро-ро-ро-ро. Нота-ро-ро-ро-ро-ро-ро-ро-ро-ро. И тогда наверняка на белом свете. сейчас сейчас подождите это было какое-то наваждение чуть-чуть на белом свете на белом свете там нет таких слов владимир ждать мелодию и на и тогда-то ритората да наш экипаж вот тот что но убедили убедили владимир наш экипаж нам нужны такие корабли на море чтобы они могли с любой волной поспорить пожалуйста любовь волшебная страна любовь волшебная страна но вторая нота номер 2 40 рублей послушаем а слова какие вы сказали не очень хорошо точно знаете что там это есть я точно знаю что там этого нету песня называется любовь настала к сожалению там нет таких слов сожалению я вынужден вас строго страшно ужасно наказать вы не можете принимать участие в игре они очень быстро пролетят вы плачете честно плачу я прошу не гасить свет над пары я не могу быть вынести слез этой женщины вы не будете просто больше ошибаться и сейчас вы в игре лен а вы выбираете я выбираю кругом вода кругом вода категория номер один нота номер три естественно вы вряд ли будете со мной спорить и мы слушаем эй моряк ты дара-та-та-ра-да эй моряк ты слишком долго не 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 эй моряк поморем по волновам конечно 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 да 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 итак уважаемые игроки на этом первый тур заканчивается кто-то ошибался кто-то давил на ведущего заставляя поверить его правильный шаг это тем не менее тур закончился он закончился хорошо я думаю всех прекрасное настроение через несколько мгновений мы увидимся во втором туре прошу вас зайдите на бодиум и через несколько мгновений второй ночь тур нашей программы играет у нас сегодня садирик и звезды отечественные страны они играют угадывают убеждают и смеются дорогие телезрители еще раз поздравляю вас с рождеством а что может быть лучше в рождественский вечер провести хорошо время в компании хороших музыкальных азартных людей так второй тур я думаю что вы уже освоились вы уже как рыбки в воде в воде нашей музыкальной программы я объявляю начало второго тура и так второй тур лидерами по итогам первого тура является клара и владимир клара но вы как женщина который всегда боролась с мужчиной и на которой обрушивается вот эти тяжести мужской доли вы конечно не совсем дадите право владимиру нет но вы вы же привыкли возиться с мужчинами вы понимаете какие они дети как им трудно я думаю что вы обязательно дадите право выбора категории владимиру владимир как галант и кавалер естественно даст вам поэтому я думаю что начнет ли он измайлов потому что меньше всего денег и он три мелодии которые он всего знает уже угадал я думаю что для него второй тур темный лист поможем поможем ли он вам выбирать музыкальный фольклор музыкальный фолклор категория номер два там только музыкальный фолклор 50 рублей только стартовая цена что будет дальше посмотрим слушаем музыку далеки валенки 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 невозможно невозможно он знает четыре песни конечно это были валенки совершенно верно ли он ваш выбор в дальнейшем опять да да конечно давайте опять музыкальный фольклор и мы слушаем музыку оп владимир барыня там пара-бам пара-бам ваним авPod не слышал и так ваша барыня барыня нет нет этого кама это камаринская лавина а кама линская это не барыня а вот то я и накажу но не на две только на Одну мелодию, только на одной мелодии, потому что мне будет не хватать вас очень сильно на площадке. Одну мелодию вы вне игры, право выбора категории переходит. К вам, Клара, прошу вас. Песни Андрея Миронов. Песни из репертуара Андрея Миронов, песни, которую Андрей Миронов пел в кино, со сцены, с эстрадой. Итак, 50 рублей стартовая цена, слушаем музыку. Да, Клара. Шляпки. Соломиные шляпки, абсолютно верно, конечно, 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 да, да, да. И еще раз, да, я прошу зажечь свет над Владимиром. Владимир, вы снова в игре, но не могу я вас наказывать, но не могу, у меня руки не поднимаются, они просто наоборот опускаются. Итак, Клара, прекрасный ответ, ваш выбор. Застолье. Застолье. Категория номер 3 означает песни, песни, которые мы очень часто, собираясь, поем за столом. Я уверен, что и вы их поете, и я их пою, и телезрители их поют. 50 рублей стартовая цена, слушаем. Леон был первый. Каким ты был? Таким ты и остался, абсолютно верно. Конечно, песни из кинофильма «Кубанские казаки». Леон, 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 это была хорошая тактика. Пять уже, пять, я считаю, извините. Это заявление аферистическое в начале, я ничего не знаю, а эти два профессионала, взять и отобрать у нас франки, это так нечестно, правда? Но я думаю... Отдай франки. Леон, потом вы отдадите франки, я уверен, но сейчас, пожалуйста, выберите. Я думаю, где-то должна же быть, должна же быть, ты постой, постой, красавица моя. Музыкальный фолклор. Музыкальный фолклор. Последние мелодии в этой категории. Слушаем. Клара была первой. Мы на лодочке катались. Не гребли, а целовались, абсолютно верно. Конечно, 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 конечно. Клара, прошу вас, выбирайте дальше. Шик, блеск, красота. Шик, блеск, красота. Там оперетта, 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 оперетта. Вы можете не знать слов, но вы обязательно вспомните название оперетта, это уже будет правильный ответ. 50 рублей стартовая цена, слушаем музыку. Да. Сильва. Сильва. Конечно, Сильва, Чардаш, и с оперетты Сильва. Леон, я единственное, что могу сказать вам, здесь мы с вами, конечно, союзники, но когда вы уйдете из этого павильона, я наступаться не решусь. Итак, Леон, ваш выбор, прошу вас. А музыкальный фольклор? А, нет, уже, к сожалению, с их фольклорами. Ну ладно, давайте за столе. Давайте за столе, категория номер 3, давайте послушаем. Да, Владимир. То не ветер ветку клонит. Абсолютно верно, конечно, 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 конечно. Это была русская народная песня. Уважаемые гради, на этом второй тур заканчивается. К сожалению, к сожалению, к сожалению, Владимир, ох, поздно вы взялись за ум, потому что вы знаете, поздно второго тура. Участнику, у которого меньше всего денежек покидают нашу программу, это вы, Владимир. Да я с удовольствием, мне на самолет. Но, конечно, мне так было приятно. Нет, здесь нет. Или если вы с Кларой Новиковой выйдете вместе в третий тур, я не знаю, будет ли это возможно. Нет, или с Леоном невозможно. Невозможно? Два певца выйдут, а один останется. Хорошо, давайте так. Значит, вы, Владимир, если хотите, вы присоединяйтесь к Кларе в третьем туре против Леона Измайла. А, пополам, пожалуйста. Пополам, пожалуйста. Итак, через несколько мгновений все трое наших игроков в третьем туре нашей программы. Прошу вас, зайдите на бодиум. И через несколько мгновений третий тур. Ну, что хотят, то и делают с ведущим. Особенно Клару, но не могу, не могу, не могу ей отказать. Я не могу видеть слез на лице этой очаровательной женщины. Итак, Рождественский вечер. А в Рождественский вечер можно немного изменить правила. Итак, третий тур программы «Угадай мелодию» и в третьем туре трое игроков. Конечно же, конечно же, вы помните события второго тура. Встречайте они уже с нами. Добро пожаловать, уважаемые игроки нашей программы. Да, 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 именно вам аплодисменты. Занимайте ваши игровые места. Мы начинаем третий тур. Ну что ж, уважаемые игроки, такого еще не было никогда. Клара, 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 вы оказываете магическое воздействие на меня. Не могу, не могу я отказать в любом вашем капризе. Она спасла его и меня, мать Тереза. Итак, уважаемые игроки, по итогам первых двух туров. Лидером-то, конечно, является Леон. У него 360 рублей, я рубль сегодня равен французскому франку. Но Клара и Владимир суммировали свои денежки. У них в сумме 413 рублей. Это больше, чем у вас, Леон. Значит, Клара, Владимир, вам-то и начинать торги, после того, как вы прослушаете мою подсказку. Песня о героине, в кавычках, нашего времени. Прошу вас. Вы начинаете торги с Леоном, не друг с другом. Леон. Леон. Я угадаю эту мелодию с семи нот. А я с шести. Угадывай. Угадывай. Итак, ставки сделаны. Песня о героине, в кавычках, нашего времени. Шесть нот. Мы слушаем. Они прозвучали Леон. На вас с интересом, огромным интересом смотрят Владимир и Клара. Вам отвечать, у вас нет времени на раздумья. Прошу вас. Раз. Ну, наконец. Они поют, они ерничают, а отвечать вам. Они издеваются над нами. Они издеваются, а отвечать вам. Прошу вас. О героине, как ускоро. В кавычках нашего времени. Быстрее. Леон, прошу вас, у вас мало времени. Раз, два, три. Печорина. Путана, 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 нашная бабочка. Но кто же виноват? Ну, действительно, кто же виноват? Не отгадали эту песню. Еще остановится. 1-0, 1-0 в пользу Клары и Владимира. И Газманов обидится, он не знает такую песню. Рассказка номер два. Песня о свете согревающем душу. Клара, Владимир, вы начинаете. Да. Мы угадаем эту логию семи нот. Ну и угадывайте. Ну и угадывайте, говорит Леон, наученный горьким опытом. И так песня о свете согревающем душу. Семь нот слушаем. Московские окна. Московские окна абсолютно верно. Конечно, 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 конечно. Да, 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 да. 2-0, 2-0. Все-таки их двое. Леон, я понимаю, что вам трудно, но что делать? Подсказка номер три. Песня о бескорыстном коллективном труде. А спорим вообще о бескорыстном коллективном труде. Леон. Что мы угадаем эту песню с восьми нот? Владимир, с семи. А я с семи. Я сучу. Семи. Мы угадаем с семи нот. Семи. А как вы снова повторите, как о коллективе? Песня о бескорыстном коллективном труде. Леон, решайтесь. Нет, мы-то угадаем с семи нот. Ну и угадывайте. Ну и угадывайте. Итак, песня о бескорыстном коллективном труде. Клара и Владимир угадывают с семи нот. Слушаем. Счастье. Будем людям счастья. Счастье на земле. Да, да, да. Уважаемые игроки, настало время прощаться. Клара, сейчас вы уже на меня не будете оказывать этого магического удаления. Лучше не смотрите, потому что я сейчас буду говорить страшные слова. Леон и Владимир, Леон и Владимир, вы покидаете нашу программу, потому что в суперигре остается Клара. Клара, только вы, только вы. Все, уезжайте скорее, иначе я сейчас расплачусь. Пожалуйста, пожалуйста, но не могу, не могу я смотреть в глаза этой женщине, когда она меня в чем-либо просит. Нет, Клара, вы тоже уезжайте, и вас привезут в суперигре нашей программы Клара Новикова. Дорогие телезрители, прекрасный рождественский вечер, прекрасная сегодня, прекрасная игра, очаровательные игроки и финале в суперигре программы Угадай Мелодию Клара Новикова. Встречайте, аплодируйтесь этой очаровательной женщине. Клара, добрый вечер, еще раз добрый вечер. Прошу вас, занимайте центральное игровое место. Вы в финале, вы в финале, вы победительница нашей программы. Клара, я еще раз поздравляю, вы в финале, вы победительница нашей сегодняшней программы. Мы еще раз приветствуем финалистку нашей сегодняшней программы, Клару Новикову. Клара, я вижу у вас прекрасное настроение, я счастлив, значит, будет хорошая игра. Готовы? Начали. Передача. Программа передача, абсолютно верно, конечно. Нет, 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 мы хотим сегодня. Нет, 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 нет. Да, абсолютно верно, конечно. Дальше. Пора, пора. Пора, порадуемся, конечно. Дальше. А кто потом? Летчики потом. А девушки потом. А девушки потом, абсолютно верно, конечно, 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 да. Да, 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 да. Дальше. Что так сердце, что так сердце. А яс, яс, яс. Конечно. Клара, у вас 20 секунд впереди, всего 3 мелодии, за 10 секунд вы отгадали 4 мелодии. Отличный результат. Дальше. Мой костер в тумане светит. Ес! Конечно, конечно, конечно. Дальше. Да, да, да. Там Мендельсон марш. Мендельсон, свадебный марш, это, наверное, да. А слова? А слова там не нужны, это просто свадебный марш Мендельсона, и все. Я искала слова. Ничего страшного, я прощу вам эту погрешность, тем более слов там, по-моему, нет. Итак, 12 секунд, всего одна мелодия впереди, слушаем. Танис Маленьких Лебедей. Естественно, что-то еще она выигрывает супер-игру. Да, 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 да. Не смолкают, не смолкают аплодисменты, они переходят в шквал овации. Клара, в этот рождественский вечер вы подарили нам замечательную игру. Позвольте, позвольте, позвольте. Клара Новикова, пенописка нашей программы. Супер-женщина, супер-меломан и, конечно же, очаровательный игрок, очаровательного счастья. Клара, прошу вас, вы покидаете нашу программу абсолютной победительницей. Клара Новикова! Маленькой легкой пушинкой я перейдяю на свое ведущее место и прощаюсь с вами. Я уверен, мы подарили сегодня вам радостный праздник. Дорогие телезрители, я в этом уверен. Я думаю, что у меня есть основания так говорить, так или иначе. Спасибо огромное за то, что этот рождественский вечер мы провели с вами вместе. Увидимся в другие вечера. Спасибо, пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова